8, 9 и 10 сентября 2023 года по всей стране пройдут выборы. Единый день голосования объединит в себе более 4000 избирательных кампаний совершенно различного уровня. На уровне Госдумы будут проводить дополнительные выборы по Крымской Республике. В 25 регионах страны будут избирать глав субъектов. 20 регионов определят депутатов законодательных органов субъектов страны. В 12 регионах пройдут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований и административных центров. Выборы пройдут на протяжении трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Они достаточно крупные и с бюрократической точки зрения значимые. Например, в 2022 году выбирали 15 глав регионов. В этом 25, почти вдвое больше. Но несмотря на свою номинальную крупность, глобально про выборы никто и ничего не знает. Да, единый день голосования, когда-то в сентябре. А банально, где голосовать, мы уже не говорим за кого. Знают лишь единицы. Скажите, а знаете ли вы, что в этом году будут выборы в Истринском районе? Да, знаю. А кого будем выбирать? Пока размышляем. Ну, в смысле, депутатов местных или кого? Вообще, кого будем выбирать? Наверное, местных, конечно. А губернаторов? Ну, не знаю. Пока только местных рассматриваем. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, что в этом году выборы в Истринском районе будут? Ну, естественно, знаю. А кого будем выбирать? А я не знаю. Я даже не знала. Я знаю, что выборы, но кого выбирать? А когда? Ну, в мае, наверное. Нет, нет, нет. Я не знаю. Скажите, знаете ли вы, что в этом году в Истринском районе будут выборы? Знаем, наверное. Везде выборы. А кого будем выбирать? Не знаем. Нет, не в курсе об этом. Не в курсе? Нет. А сколько лет вам? 17. То есть вы еще не выбираете? Нет. Понятно. Скажите, знаете ли вы, что в этом году выборы в Истринском районе? Нет. Не знаете? Не знаю. Не знаете? Нет. Нет, не знала. Нет, не знаю. Нет, не знаю. Без понятия. Скажите, знаете ли вы, что в городском округе Истр в этом году пройдут выборы? Знаете ли вы, что будут выборы в этом году? Нет. Скажите, знаете ли вы, что будут выборы в этом году? Конечно. А кого выбирать будем? Выбирать будем справедливость. Именно поэтому мы выпускаем этот ознакомительный ролик. Что важно знать вам, нашей аудитории, о выборах 2023-го? Нас коснутся выборы губернатора Подмосковья и выборы Совета депутатов городского округа. Также значительная часть наших считателей — москвичи. На день голосования будут выбирать и мэра Москвы. Важная ремарка. Этот ролик строго информационный. Дабы избежать какого-либо рода агитации, всю подробную информацию о кандидатах вы можете поискать самостоятельно. Здесь только общедоступные факты. Давайте пойдем от крупных выборов к более мелким. На должность губернатора у нас претендуют политики от четырех партий. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. Андрей Воробьев от Единой России, действующий губернатор области. Александр Наумов от КПРФ. Кирилл Жигарев от ЛДПР. И Анатолий Никитин от Справедливой России. Также выдвигался либерал Борис Надеждин, но ему отказали в регистрации. Воробьев избирается в третий раз. Жигарев во второй. Никитин и Наумов дебютируют на выборах губернатора области. Также пройдут выборы мэра Москвы. Возможно, у вас именно столичная прописка, тогда эта информация для вас. На кресло мэра претендуют политики от пяти партий. От Единой России, действующий мэр Сергей Собянин. От КПРФ, Леонид Зюганов. От ЛДПР, Борис Чернышев. От Справедливой России, Дмитрий Гусев. От новых людей, Владислав Дованков. Ну и местные выборы в Совет депутатов городского округа Истра. В пяти избирательных округах за место в Совете будут бороться 65 кандидатов в депутаты. 25 из них выдвинула Единая Россия. 15 КПРФ. 7 партия Родина. 4 ЛДПР. 2 от Справедливой России и по кандидату от новых людей и партии пенсионеров. И 10 кандидатов в самовыдвиженцы. Всего подали заявку ровно 100 человек. 26 самовыдвиженцам отказали в регистрации. Также отказали коммунистке Татьяне Комовой. Всех остальных зарегистрировали. Но 8 кандидатов из партии Родина выбыли после регистрации. Это официальная формулировка. Выбывших из других партий, а также самовыдвиженцев нет. На прошлых выборах в Совет депутатов нашего округа заявку подали почти в два раза больше человек. 191. Выбыли после регистрации 9. И из партии Родина только один. Из предыдущего созыва на предстоящие выборы выдвинулось меньше половины действующих депутатов. Василий Пичурин, Алексей Годунов, Николай Щербак, Александр Скворцов, Людмила Макарова, Иван Соколов, Андрей Соколов, Лилия Быкова, Сергей Уланов, Юлия Степанова, Сергей Новожилов и Виктор Феоктистов. Остальные, а в их числе, например, Артем Булочник, Лариса Розова, Александр Лункин, в этих выборах принимать участие не будут. Уже можно сказать точно, что большая часть местного совета депутатов в округе обновится. Напомним, прошлые выборы в окружной совдеп проходили еще в 2019 году, за месяц до назначения на должность главы Татьяны Витушевой. Губернатор области избирается на срок в 5 лет. Мэр Москвы избирается на 5 лет. Новый созыв Совета депутатов на 4 года. Где голосовать? Проголосовать можно тремя разными способами. Лично на избирательном участке, с помощью дистанционного электронного голосования и на дому. Узнать адрес своего избирательного участка можно с помощью госуслуг, если они у вас есть и ваш аккаунт верифицирован. Если госуслуг нет, то подать заявку на голосование можно в МФЦ или в территориальной избирательной комиссии. ТИК в ИСТРЕ находится в здании окружной администрации. И сделать это нужно до 5 сентября. С госуслугами процесс упрощается. Ходить и записываться предварительно не нужно. Просто с 8 по 10 сентября выберите время, чтобы прийти на избирательный участок и проголосовать. Проголосовать через ДЭК, дистанционное электронное голосование, тоже можно. Но для этого также до 5 сентября нужно предварительно записаться через госуслуги. То же самое касается и голосования на дому. Предварительная запись обязательно. К тому же голосовать на дому можно только по уважительным причинам. Когда вы не имеете возможность лично прийти на участок или проголосовать дистанционно. Итак, кратко подытожим. Если аккаунт на госуслугах у вас верифицирован, заходите в сервис, узнавайте адрес участка и приходите голосовать. Если нет, приходите в МФЦ или ТИК, регистрируйтесь как избиратель и приходите голосовать. Если хотите проголосовать дистанционно или на дому, предварительно запишитесь через госуслуги до 5 сентября. Можно долго рассуждать и дискутировать о реальной значимости выборов в России. Но пользы от этих слов не будет никакой. И единственная агитация, которую мы можем себе позволить в этом ролике – голосуйте. Не для кого, но для себя. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...